Привет, с вами Чухонит. Сегодня поговорим о небольшой карточной игре с элементами дедукции и блефа. Игру Тайный Лидер или Hidden Leaders я поддержал в прошлом году на Kickstarter, а получил в марте этого года. Я знаю, что на русском ее хотелось дать не за GAMS, но из-за войны с Украиной, которая началась, я не знаю, что будет там дальше, например, из-за возможного дефицита бумаги. Сама игра рассчитана от двух до шести игроков, ну, в среднем играется где-то полчаса, ну, первый раз, наверное, дольше, пока вы сориентируетесь и поймете эффекты карт. Если говорить о сеттинге, то это вымышленное царство Ошра, Диумир Владыка, вот он, кладбище, и его дети с поддержкой разных фракций борются за власть. В начале игры тайно вы узнаете, кто из шести детей, какие две фракции вас будут поддерживать, ну, в этом случае красные и черные. Каждая фракция, по сути, это победное условие, которое вы стараетесь выполнить. Ну, черные, это метвецы, они побеждают, если оба маркера влияния находятся в черном секторе, то есть от девяти до двенадцати. Синий и речной народ выигрывают, если оба маркера стоят рядом, как в этом случае, или на соседних полях. Красные побеждают, если красный маркер обогнал зеленого хотя бы на два, а зеленые побеждают, если он обогнал красного маркера тоже на два поля хотя бы. Вот так же игроки получают стартовую руку, пять карт, одну из них они скрыто сбрасывают сюда, а дно выкладывают закрыто перед собой, как тайного героя. Вот так. Потом, игра проходит следующим образом. Игроки делают поочередно свой ход, то есть игрок разыгрывает одну карту героя с руки, применяет ее эффект и потом оставляет перед собой. Ну, так называемый табло-билдинг, знакомый из таких игр, как Пакспамир, Тайное послание, Палас Гефлюстер, другие. И эффекты могут быть двух видов, то есть перемещение маркеров или применение конкретного свойства. То есть это обычно какое-нибудь уникальное свойство, ну, разной манипуляции с картами своими или чужими. Ну, вот вы видите все три возможные варианты, когда есть только свойства, когда можете только переместить маркеры и то и другое. Также есть вторая возможность, что игрок может делать во время своего хода, он может сбросить до трех карт с руки. Ну, это очень редко используется, может быть, один раз за всю игру. Если совсем плохо с картами в руке или вы не хотите закончить игру, и таким образом вы не хотите испортить победное условие. Поэтому я советую всегда играть карту перед собой, хотя бы как блеф. В этом случае, например, этот игрок сыграл синюю карту, хотя это ему не очень-то нужно, и применить ее эффект. А потом, когда игрок сыграл карту или сбросил до трех карт, он добирает карты с колода, то есть с порта или с таверны. Там всегда открыто лежат три карты, пока у него в руке не будут четыре карты. Одну из них он потом опять сбрасывает. И потом ход переходит к другому игроку. Игра длится до тех пор, пока кто-то перед собой открыто не выложил определенное число героев. Например, в троем это было бы семь героев, а шестером пять. Все тогда открывают свою карту лидера. И смотрим, сколько победителей. Если их два или больше, тогда смотрим на дополнительное условие, у кого больше всего героев из победной фракции. Учитывается также все карты героев, которые лежат лицом вниз. И если тогда еще ничья, то выигрывает то, у кого перед собой меньше всего героев. Ну, в крайнем случае, смотрим на число карты лидера. В этом случае четыре. И у кого самое большое, тогда тот выигрывает. Что можно сказать об игре? В принципе, довольно простая игра, хотя не тривиальная. Двоем или вторая будет более тактичной. То есть, тем больше игроков, тем меньше контроля над игрой. Ну, конечно, я советую попробовать сыграть разными составами. Больше всего понравилось играть четверым или пятером. Хотя вдвоем можно больше блефовать. Особенно в начале игры. Чтобы противник не догадался так быстро, за какие фракции вы топите. А пятером или шестером? Ну, вообще-то времени особо-то будет, чтобы блефовать. Поэтому надо сразу идти на свои победные условия. Награя длится, в принципе, столько раундов, сколько героев надо выложить. Или даже на один или два раунда меньше. Так как кто-то может сыграть карты, которые позволяют играть дополнительно героев перед собой. В первой половине игры, это первые два-три хода, вам надо понять, какой лидер у каждого игрока. А последние два хода вам надо использовать, чтобы приблизиться к своему победному условию. Конечно, играя уже четверым, многое уже не будет от вас зависеть в плане победного условия. И тут мы подходим к небольшому недостатку. Если играть, например, в троем. Если вы понимаете, что два стены игрока поддерживают фракцию, которые у вас нету, то они двое могут вас отодвинуть и попытаться между собой определить победителя. А так, в целом, Hidden Leaders мне понравились, хотя некоторые похожие игры мне больше нравятся. Ну, тот же, по ласке Флюстер, как-нибудь сделаю видео об этой игре. То есть, мне нравится сам процесс определения лидеров других игроков и их нейтрализации. Но часто мало что от вас зависит, то есть, каким условиям игра закончится. Да и когда игра будет заканчиваться, иногда это быстрее, чем вы думаете, если кто-то сыграет вот карт, которая позволяет выложить еще одного героя. Интересна также херархия. Фракции сперва учитывается черная, потом синяя, потом красная, в конце зеленая. Если у меня нету поддержки черной фракции, я стараюсь уже с самого начала игры двигать маркеры назад по шкале. А то, что понравилось с четырем или пятером, если кто-то явно идет на одно победное условие, то остальные довольно быстро его ставят на место. Так что наличие в победных условиях такой интересный аспект данной игры, возможность переключиться по ходу игры. Также, кроме базовой игры, я получил небольшое дополнение Королевы и Друг. Всего тут 18 карт, по две новые карты для каждой фракции. То есть, еще больше разнообразия. Сейчас в каждой фракции будет 21 карта. Также из даты сюда положил пять карт помяток на одной стороне, на другой трек влияния. Ну, это удобно, если вы путешествуете. Ну и, наконец, пять карт желтого цвета. Королева и Друг Императора в конце игры считаются как два героя, победившие фракции, если выполнено конкретное условие данной карты. Ну и последнее, Кипровый дискорд или Хранитель Разногласий позволяет сохранить своего героя перед собой вместо похоронения, только перевернув его. Ну, в принципе, приятно, конечно, что есть такая возможность разнообразить игру, если вы уже играли достаточно базовую игру. Спасибо за внимание, увидимся в другой раз. Продолжение следует...